Всем привет! Blizzard вчера выпустили видео, в котором, наконец, рассказали недостающие подробности касательно четвертой фазы Season of Discovery. Ну и кое-что еще новое. Это будет короткое видео, в котором я перечислю только самое основное и важное касательно четвертой фазы. Так что, если вам интересен SOT, да и WoW в целом, то не забудьте подписаться на мой канал, так как я планирую регулярно выпускать новые видео. Да, ну и не забудьте поставить лайк, если вам понравится ролик. Да, и традиционно уже, пишите в комментариях, что вы обо всем этом вообще думаете, будете ли вы врываться в четвертую фазу. Начнем сразу с самого главного. Дата релиза четвертой фазы это 11 июля, то есть ждать ее осталось примерно две недели. Дату эту я предсказал уже несколько дней назад, так что сюрприза тут лично для меня не случилось. Начнем с разговора о ПВЕ. Новостью стало то, что рейды не будут доступны в первую неделю фазы. Со второй же недели откроются так называемые World Boss'ы, Казак и Азуригос. Хотя от термина World Boss'ы осталось только название. Они, напомню, будут превращены в инстансы, так что конкуренции на них уже не будет. Затем уже с третьей недели фазы, то есть 25 июля, у нас откроются уже остальные рейды. Molten Core и Onyxia. И внимание, то, чего мне кажется никогда еще не было в истории WoW. Теперь все рейды будут обновляться два раза в неделю в фиксированные дни. Для Европы это среда и воскресенье. Так что да, два Molten Core в неделю это теперь реальность. Они подтвердили, что в Molten Core будут разные уровни сложности. Аналоги хардмодов из рейдов ритейла. Однако супер хорошая новость, как мне кажется. На повышенном уровне сложности качество лута будет такое же, что и на обычном. Однако просто изменится его количество. Так что те, кто будут закрывать хардмоды, просто быстрее смогут одеться. Blizzard не сказали ничего про то, что в рейдах будут падать токены. Но, как мы знаем из датамайнов, судя по всему, именно через токены мы и будем собирать тир-1 сеты. Кстати, в Molten Core, по всей видимости, будет один новый босс. На презентации они написали, что боссов будет 11. Тогда как в обычном Molten Core их всего 10. Теперь ониксия. Сложность ее подкрутили. И теперь ее можно будет закрыть и в 20 человек. Однако, в отличие от Molten Core, в рейд можно будет попасть и в составе до 40 человек. Но это типа уже для казуалов. Кстати, такой же принцип и для ворлд боссов. Лут во всех рейдах, включая логово ониксии, конечно же обновили и подтюнили. У нас будет куча совершенно новых итемов. И, кстати, шапки тир-2 с ониксии тоже падать не будут. Их на что-то другое заменят. Теперь данжи. Доступны будут вообще все подземелья, сразу, включая Dire Mall. Нам также показали спойлер к потенциально новому подземелью. На видео был кусок локации с демонами из Ашинваля. Что в целом бьется с недавними слухами о том, что в игре может быть какой-то новый контент, связанный с Пылающим Легионом. Новые переделанные данжен-сеты, так называемые Тир-05, будут доступны уже сразу с началом фазы. Мы их уже видели на ПТР. Они обновлены и сдизайнены под все спеки. В процессе выполнения цепочки квестов для их получения, ты сможешь выбрать, какой именно сет тебе нужен. Но потом, когда ты его соберешь, то ты вроде как сможешь получить доступ и к сету для другого спека. Во всех хай-левел данжах, примерно 50 плюс уровней, с нерарных, то есть с обычных посов, раз в день будет падать новая валюта. За нее будут доступны какие-то крутые награды в виде шмоток, оружия и предположительно каких-то реагентов. Так что да, теперь у нас есть героики с баджами, но без героической сложности. И наши любимые Nightmare Incursions. Как было известно ранее, теперь они будут работать как хабы для дейли квестов. То есть спамить без остановки их будет нельзя, но забежать выполнить пачку квестов ради опыта, репутации и денег можно будет один раз в день. Кстати, опыт там будет даваться только до 53 уровня, дальше только золото и репутация. Что еще хорошо, как минимум часть существ в локациях будет переделана, так что квесты можно будет спокойнее делать в соло. У Альянса будет новый ворлд баф, аналог ордынского ворчипс Блессинг. Санкен Темпл по аналогии с предыдущими фазами будет теперь давать много опыта. Теперь давайте поговорим про пвп и про ивенты. Альтерак будет сразу доступен. Максимальный пвп ранг, судя по всему, пока что будет 10, хотя прямым текстом они это так и не сказали. Для 10 ранга будут новые пвп сеты. Бладмун также будет работать, но скорее всего уже как больше фановый ивент, на котором можно будет зарабатывать хонор. Судя по всему, новых эпик ревордов на ивенте не будет. А хонор будет фармиться также через жетоны. И кстати стоимость этих жетонов будет снижена с 1 серебра до 25 меди, то есть в 4 раза. Так что Бладмун это теперь ивент для хонора фарма, если вдруг вам надоест бегать в открытом мире или на БГ. Про новый ивент я уже подробнее рассказывал в предыдущих видео, но давайте еще раз и коротко. Black Rock Eruption, ивент возле черной горы, старт каждые 2 часа, длится 1 час. В открытом мире, поначалу в Searing George, а потом и в Burning Steps, ты убиваешь мобов для деликов и получение новой валюты. Качаешь там репу. Получаешь новые реворды, синьку, эпики и рецепты разные за как раз репутацию. Хонор за убийство игроков в локации временно даваться не будет, кроме черной горы. Внутри самой черной горы будет как бы мультипликатор на хонор, так что предполагается, что если ты хочешь пвп замеса и получать много хонора, то во время ивента сражайся внутри черной горы. Профессии. По крайней мере для кузнечного дела и кожежничества будет возможность свапать специализации по этим профам. Старые рецепты сильно обновили и, например, некоторые крафтовые пушки теперь выглядят вполне достойно. Да, и надо понимать, что нас еще ждет ряд изменений касаемо рун и ребаланса классов. То есть стоит ждать еще отдельного видео или, может быть, какого-то блюпоста, где нам напишут обо всех грядущих изменениях. Так что ребаланс классов еще не завершен. И последний рывок, так сказать, впереди. И речь пойдет, скорее всего, о ребалансе хантов и магов, насколько я помню. Хотя, возможно, и другие классы это тоже затронет. В принципе, вот и все факты и новости, которые я посчитал нужным тут перечислить. Далее только мое скромное мнение насчет четвертой фазы и будущего сода. ПВЕ часть в целом выглядит окей. Здорово, что хардмоды молтенкора не будут давать какие-то супер бис реворды. Плохо, что теперь как бы придется ходить туда два раза в неделю. Лично мне молтенкор уже порядком поднадоел. При этом грустно, что его аж на две недели отложили. Я не такой уж большой фанат фарма при биса. Что касается рун, на мой взгляд, в сравнении с изначально прикольными идеями, которые нам показали в первой фазе, типа локов и рок-танков, магов-хиллов, игра растеряла свою оригинальность уже ко второй-третьей фазе. Основная масса новых рун, по крайней мере, как я это вижу, это просто калька с того же ритейла, в особенности с Лич Кинга. А вот лока-танка или мага-хила в ритейле, например, не было никогда. Понимаете мысль? Возможно, что мои ожидания были просто завышенные или же запал у команды ПДСЯК, но я точно поиграю в четвертую фазу и постараюсь даже ее постримить, и в этот раз чаще с микрофоном. Однако есть сомнения насчет того, сможет ли она вернуть всех тех, кто ушел в тот же катаклизм, классик или ритейл. И, что более важно, как успешно Сода сможет удержать всю свою аудиторию в игре с релизом этой фазы. Ну что ж, на этом все. Спасибо и до связи.